Вы назовете меня сумасшедшим. Посмотрите, какой корпус я приобрел за 2500 рублей на барахолке. Это полностью прозрачный заводской корпус, что-то топовое из времен дисководов и картридеров под старые телефоны Siemens и Nokia. Но сумасшедшим вы назовете меня не потому, что я купил этот раритет, а потому, что я соберу в этом корпусе самый дешевый игровой компьютер на Xeon. Да, полгода назад мы выпустили целых два ролика о том, что собирать на Xeon сейчас нет никакого смысла, но нас начали критиковать, дескать мы не шарим. Окей, хорошо, мы пройдем этот путь вместе с вами. На все. Игровая материнка процессора и память, видеокарта, блок питания, M.2 SSD, охлаждение и этот аквариум у меня ушло 22 тысячи рублей. У вас так может не получиться, цены слегка поменялись, но в целом в 25 тысяч собрать получится. Что у нас можно собрать за 25 тысяч? Какой-нибудь гиперпень GT 1030, для которых танки с дотой это уже вызов. С таким бюджетом прямая дорога в мир Xeon и умайненных RX на Али. 10 ядер, 20 потоков, 16 гигабайт DDR4 памяти, 8 гигабайт VRX 580, для охлаждения, конечно же, мы использовали снеговик, можно было сэкономить, но мы решили, что все должно быть по канону, M.2 SSD и хрустальный гроб для всего этого с аутентичной мухой внутри. Я думаю, что на этом ПК можно будет играть во все новинки на средних, а то и высоких настройках графики, но почти всегда в разрешении Full HD. Это же считается, что он игровой. Я думаю, да. Давайте посмотрим, на что способен такой компьютер в стоке-разгоне, поговорим про подводные камни и, наконец, закроем вопрос с Xeon. И совет тем, кто после просмотра ролика все же рискнет и решит глубоко погрузиться в Xeon-оведение. Берите сразу комплектом. Да, так может быть немножко дороже, чем по отдельности, но, во-первых, это решает проблему со спором, если вдруг что-то придет нерабочее, а, во-вторых, придет сразу совместимое. Xeon достаточно капризны даже к DDR4 памяти, и брать модули вслепую у китайцев, которые сами не знают, что сегодня внутри, может привести к тому, что они просто не заработают, и спор тут не поможет. В нашем случае комплект включает легендарный 10-ядерный E5-2660 третьей версии вместе с двумя 8-гигабайтными модулями DDR4-2666 и платой Machinist RS9. За него сейчас придется отдать около 10 тысяч рублей, столько стоит простой современный 6-ядерный i5 или Ryzen 5. Красивой красной, якобы фирменной ОЗУ от машиниста и процессору вопросов никаких нет, а вот плата. У брендовых плат 8 слотов ОЗУ, тут только 4. Хорошо, хоть 4-канальный режим работает. Для подключения вентиляторов только 2 4-пиновых разъема, остальные 2-3 пин, без возможности управлять оборотами. Слот PCI-Express без металлизации. Бог с ним, нашу уставшую RX 580 она выдержит, а вот на звуке тут конкретно сэкономили. Мало того, что кодек ILC-662 старый и простой, так еще в обвязке нет ни одного конденсатора-бочонка, который присутствует в любых самых дешевых брендовых досках. Качество звука должно быть откровенно паршивое. Проверим. Из плюсов платы можно отметить наличие трех слотов M.2, двух для SSD, только один из них NVMe, и одного для Wi-Fi. Также есть графический вывод посткодов. Китайцы знают, что такое покупают только истинные оверклокеры. Зона питания процессора слегка расстраивает. Сначала кажется, что там 6 фаз, на деле 3 сдвоенных. Брендовые платы под такие процессоры используют не менее 8 фаз, а в хороших решениях их может быть больше. Но раз китайцы считают, что все ок, значит машинист справится со 100-ваттным 10-ядерником. Разумеется, температуры мы проверим в тестах пирометром. Конечно же, плата базируется на обычном десктопном чипсете под Haswell, так что про полноценную работу мониторинга придется забыть. К слову, в нашем случае исписанный карандашиком чипсет, судя по компаунду, имел нелегкую судьбу. Возможно, для него эта материнка уже даже не вторая. Во всем остальном стандартная бюджетная плата. 6 USB, есть даже пару PS пополам для волдов, в наличии гигабитный интернет, а вот подключение передней панели только по USB 2.0. Если корпус имеет более свежие порты, придется брать переходник. Охлаждать наш Xeon будет классический китайский 4-трубочный снеговик, которого на 100 ватт должно хватить. Стоят они на Али около 1500 рублей. В принципе, справляются с любыми современными процессорами, если брать сугубо игровую нагрузку. Обрисовывать кадры нам будет 8-ми гиговая RX 580, которая на самом деле RX 470. Зрители с ней уже знакомы из прошлого обзора, а подписчики Телеграма знают и видели, что после тестов у нее сломался гнилой вентилятор. Но я уже заказал новые. SSD также герой обзора, топ за свои деньги NVMe Kingspeak на 500 гигов, который временами падал по скорости записи на уровень самых дешевых флешек. Нам он достался бесплатно, Али вернула за него деньги. Чтобы все было по-честному, систему я поставлю на NVMe SSD Patriot, а Kingspeak воткну в SATA-шный M.2 слот бонусом. Блок питания, конечно, тоже можно было взять на Али. Там хватает, честно-честно, 500-ваттных решений за полторы тысячи рублей. Но все же нам хочется, чтобы компьютер еще поработал, так что пришлось вложить 2500 за простой брендовый Deepcool. Да, это не топ, но базовые защиты и даже сертификат 80 стандарт он имеет, и 420 ватт по 12 вольтам выдаст гарантированно, чего нашей сборке будет за глаза. В итоге весь ПК без хрустального гроба обойдется сейчас примерно в 23 тысячи рублей. Что касается корпуса, то тут, разумеется, можно максимально сэкономить, купить любую жестянку за 500 рублей на Авито. Сейчас я его быстро отмою, соберу, выброшу муху и перейдем к тестам. Я собирал этот ПК постепенно, по частям, как доктор Франкенштейн. Последними пришли наклейки. Сейчас мы их наклеим. Вот теперь официально. Это ПК на XIONE и графики Radeon RX. Я уже накатил винду, все проверил, прошла неделя. Вы только послушайте, как работают старые вентиляторы. Они создают в комнате шумовую завесу. Это громко, как 4 игровых ноута на ультрах. Ну а у меня так сразу флешбеки в радиорубку. Никакого кабель-менеджмента, корпус прозрачный, а блок питания у нас не модульный, поэтому все эти сопли я просто стянул на стяжки. Уж извините. В этом ролике не будет рекламы, чтобы все было прозрачно, как этот корпус. Если хотите поддержать, подписывайтесь на канал, а в описании будет ссылочка на наш бусте. ПК отлично работает. Сейчас коротко в цифрах, что там внутри. Начнем с CPU-Z. 2660, третьей версии. Процессор за 1500 рублей. Имеет 10 ядер и 20 потоков. 22 нанометра, базируется на архитектуре 4-го поколения Hustle, это 2014 год. Имеет кэш в 25 мегабайт и на одно ядро может разгоняться до внушительных для старого серверника 3 и 3 ГГц. На все ядра буст пониже 2,9 ГГц, но благодаря багу можно заставить процессор буститься на полгигагерца выше. Это мы обязательно проверим. ОЗУ стандарта DDR4 работает в двухканальном режиме на частоте 2133 МГц. Разгон выше этого уровня невозможен, поэтому и скорости в тесте AIDA64 низки, лишь 30 ГБ в секунду. Их можно удвоить, использовав четырехканальный режим, но для этого нужно раскошелиться еще на два модуля по 8 ГБ. Наша видеокарта в GPU-Z определяется как RX 580-2048SP, на самом деле это чип от RX 470 и перепрошитый BIOS от старшей версии. Подробнее о ней мы рассказывали в одном из предыдущих роликов, ссылка будет в описании. И первое, что нужно проверить, справится ли китайская плата с этим процессором в стоке. Раз Xeon'ы специально имеют много ядер под задачи, которые хорошо распараллеливаются, нагрузим его тестом рендеринга Cinebench R23. В многопотоке результат неплохой – 8,5 тысяч баллов. Это всего на 15% ниже моего восьмиядерного неразогнанного Core i7-9700K из 2018 года. А вот однопоток в современных реалиях крайне низкий – лишь около 720 баллов. Оно и понятно – частота не велика, архитектура старая, поэтому даже на фоне Skylake с 1200 баллами результат не впечатляет. А уж современные Raptor Lake с двумя тысячами попугаев и вовсе витают в облаках. Сам процессор в стоке под четырехтрубочным снеговиком холодный и даже в стресс-тесте Аиды не греется выше 50 градусов. В Cinebench ниже 55. А вот с датчиками беда. Потребление CPU показывается на уровне единиц ватт, какие-то температуры могут уходить за сотню градусов в плюс, какие-то в жестокий космический минус. В общем, с мониторингом все плохо из-за десктопного чипсета B85, который не умеет работать с Xeon. Также из-за платы Франкенштейна в системе не будет работать режим сна, он просто недоступен для включения в настройках. Но это все ерунда. Удивительно, но чахлая VRM с тремя сдвоенными фазами худо-бедно справляется с нашим десятиядерником в стоке. Из-за радиатора подлезть к мосфетам напрямую не получится, но с обратной стороны платы зона питания прогрелась до 85 градусов в получасовом тесте Сайнбенча. Это значит, сами силовые элементы греются под сотню. Эксплуатировать материнскую плату долго при таких температурах не стоит. Как минимум нужен дополнительный обдув радиатора. Но, разумеется, это касается только серьезных вычислительных задач. В играх VRM греется ощутимо слабей. А вот теперь к самому интересному – игровой производительности. В популярных онлайн-проектах все идеально. В танках на ультра-настройках мы получили 70-80 FPS в Full HD. И даже в 2К на тех же настройках в HD клиенте будет около 40-50. Такие бесплатные игры хорошо оптимизируют под старое и слабое железо. И запускаются они даже на 775 сокете. Поэтому десятиядерный Xeon с RX 580 тут как рыба в воде. Упор всегда в GPU. Тундра это только подтверждает. В Full HD с высокими настройками графики можно получить и сотню кадров в секунду. И даже в 2К проблем с играбельностью нет. Под 80 FPS на бронетехнике и 60 на истребителе. Мы также протестировали тяжелый мультяшный Fortnite. Но Xeon в тот момент отрыгнул нам запись радионовского адреналина. Но я записал все на телефон. В видеокарте тут явно уже тяжелее и получить около 60 кадров можно только на средних настройках графики в Full HD. При этом упор опять же в GPU. Процессор ощущает себя отлично. Фризов и лагов нет. Так что с популярным онлайном у Xeon проблем никаких. Что по синглу? Начнем с чего-то более простого. Doom Eternal, который благодаря вулкану отлично параллелится и любит красные видеокарты. В итоге на ультрах проблем никаких. Даже в замесах с однообразной анимацией жестокости FPS не падает ниже 60. В среднем можно рассчитывать на 80-90 кадров при идеальном управлении без фризов и с упором в видеокарту. Более того, можно и на 2К замахнуться. Да, в таком случае будут просадки FPS ближе к 50, но все еще на 60-герцовом мониторе играть достаточно комфортно. Теперь гонки. Возьмем свежую Forza Horizon 5. И вот тут однопоток Xeon показал себя во всей красе. Первоначальная компиляция шейдеров заняла аж 7 минут. Разумеется, это одноразовый процесс, но он уже отлично показывает технологическое отставание некогда быстрого серверника. При этом и в самом геймплейном тесте Xeon показал себя не очень хорошо. Да, фреймрейт был идеально ровным, но вот нагрузка на видеокарту временами падала до 80-70%. Но даже так погонять по Мексике с 50-60 кадрами на высоком пресете можно без всяких проблем. Ладно, предложим нашему ПК за 22 тысячи рублей более простую задачу. God of War. Игра изначально писалась под PlayStation 4, которая как раз имеет много слабых ядер. И эта особенность была бережно перенесена в порт для ПК, так что с высокими настройками графики и FSR на качестве упор всегда в RX 580. FPS колеблется около 40-50 кадров. Проблем с фреймрейтом и управлением нет, играть комфортно. Проверим другой свежий консольный хит «Человек-паук» Майлз Моралес. Средние настройки графики с FSR на качестве и можно полетать по Нью-Йорку с 60-70 FPS. Да, временами нагрузка на видеокарту слегка падает, но каких-либо проблем и неподгруженных текстур нет даже в этом свежаке. Поднимаем ставки. Ремастер Ведьмака. Как я уже говорил в тестах нашей китайской RX 580 ранее, эта игра сейчас лидер неоптимизированности. Ну, если не брать в расчет новый Хогвартс. И поляки активно пытаются заставить сборную солянку модов нормально работать. На десятиядерном Xeon на высоких настройках графики Full HD с включенным на авто FSR можно получить около 40 кадров. Однако хорошо заметно, что процессору сложновато. В городских локациях, где много NPC и объектов, случаются постоянные дропы кадров. В 2К наша 580 начинает еще сильнее бледнеть, что видно по графику фреймрейта. FPS падает до 30. В целом, играть это не особо мешает, тем более, что в лесах да полях таких проблем нет. Но все еще это показывает, что хороший однопоток играм до сих пор важен. Лучший способ его проверить – Far Cry. Эта серия игр у бейсофта всегда славилась любовью к одному ядру. Шестая часть, переведенная на DirectX 12 в этом плане, лояльнее к многопоточным CPU, но все еще быстрые яйца любит. И это хорошо видно по бенчмарку. Если в среднем на высоких настройках графики FPS держится около 60 благодаря оптимизации под Radeon, то вот минимально было уже лишь 34 кадра в секунду. Мы тестировали эту 580 в прошлом выпуске с 9700K, и можно сравнить результаты. Если средний FPS у них одинаковый, то вот разница в минимальном и максимальном существенна. Xeon в этой игре уже тяжеловато. В Cyberpunk ситуация еще печальней. С одной стороны, видеокарта старается как может, и на средних настройках графики с FSR на качестве можно получить в среднем выше 50 FPS, но вот минимально лишь кинематографические 25-27 кадров в секунду. При езде по городу ситуация аналогичная. Cyberpunk игра крайне детализированная, со множеством NPC объектов в кадре. Как итог, процессору становится совсем тяжко. Фреймрейт рвется, управление становится слегка желейным, да и FPS опускается в район 35 кадров. Разумеется, играть так можно, особенно если вспомнить цену этого ПК. И тут фанаты Xeon скажут, что я специально топлю эти замечательные процессоры. Что ж, вот вам игра, которая топит RX 580. Это Plague Tale Requiem. Минимальные настройки графики в Full HD дают лишь консольные 30 кадров в секунду. Но тут нужно отдать должное Unreal Engine 5. Графика даже так неплохая. Эта игра показывает, что эпоха RX заканчивается вместе с пастгеном. Fospoken, который вообще не запускается на этих Родионах из-за неполной поддержки DirectX 12, дополнительное тому подтверждение. Окей, а если дать Xeon топовую карту? Может это бустанет его в тяжелых играх, где RX 580 уже задыхается? Загрузим наши 10 ядер в паре с RTX 3080 Ti. Разумеется, на ультра настройках в Full HD. И о чудо! 9-летний Xeon почти раскрывает карточку. Временами нагрузка на топовый GPU превышает 80%. Но если серьезно, то Requiem крайне требовательная к видеокарте игра. Да и процессор ей тоже важен. Наш Xeon в стоке может отрисовать около 60-70 кадров, хотя по мониторингу упора в него нет. Но что там в действительно процессорозависимых играх? В Cyberpunk вы можете выставлять любые настройки графики, хоть средний с FSR, хоть ультра с трассировкой. Минимальный FPS в бенчмарке все равно будет около 45. То есть это предел низкочастотного Xeon. В случае с ездой по городу мы снова увидим просадки в район 35 кадров. Увы, топовая карта не помогла. К слову, она тут вообще едва ли грузится наполовину даже на ультра настройках графики. В Far Cry ситуация аналогична. Хоть высокие, хоть ультра настройки графики, минимальный FPS около 40. Более того, быстрая 3080 Ti вскрыла упор в одно ядро. По мониторингу хорошо видно, что один из потоков всегда грузится на 80% и выше, пока другие прохлаждаются. Теперь давайте достанем туз из рукава. Unlock Turbo Boost. Благодаря багу в серверных процессорах Haswell можно заставить все ядра Xeon удерживать максимальную частоту Turbo Boost на одно ядро. И в нашем случае с 2,9 до 3,3 ГГц, что достаточно серьезно. Правда, сам процесс простым назвать язык не поворачивается. Если повезет и под вашу плату уже будет модифицированный BIOS, то проблем нет. Нужно его просто прошить из Windows и все. Но вот в случае с машинистом E5RS9 есть мод BIOS только для ранней ревизии 2020 года. И шить его на плату из 2022 мы не рискнули. А вот модифицировать стоковый BIOS руками задачка не из простых. В инструкции 6 шагов и под 4 десятка пунктов. Ошибка в любом из них может привести к тому, что плата просто перестанет грузиться. Более того, даже если все проделано верно, далеко не факт, что в итоге система будет стабильной. Например, в моем случае утилита-прошивальщик почему-то не применила нужные параметры энергосберегающих состояний процессора или C-States. А их неверные значения в случае с анлоком турбобуста приводили к тому, что система намертво зависала. Разумеется, можно выставить нужные значения руками, но все еще нужно помнить, что сам процесс анлока далеко не юзерфрендли. Если вы не уверены в своих силах, то лучше остановиться на стоке. В процессе модификации BIOS можно добавить в него андервольтинг. Все это есть в программе. Intel специально слегка завышает напряжение, чтобы абсолютно все чипы могли удерживать нужные частоты. И частенько удается выиграть в кремниевую лотерею. Кстати, кто не знает, что это такое, посмотрите наш выпуск про бининг. Тут можно слегка скинуть вольтаж, это приведет к меньшему употреблению процессора и к меньшему нагреву ВРМ. В нашем случае мы остановились на стандартных минус 50 милливольт на ядро и кэш. В таком режиме система работает стабильно. И сразу отвечая на животрепещущий вопрос, что там по нагреву ВРМ после анлока. И знаете, ничего критичного. За полчаса теста в Сайнбенче процессор частоту не скинул, а ВРМ сзади прогрелось чуть больше, чем в стоке, до 87 градусов. Андервольтинг помог, и можно сказать, что лишние 400 МГц достались нам почти даром. Но нужно помнить, что сами мосфеты кипят, и серьезно работать на такой плате с 10-ядерником, хотя бы без дополнительного обдува, не стоит. Как анлок увеличил производительность? В Сайнбенче многопоток подрос уже до 9500 баллов, что выводит Xeon на уровень 9700K. По одному потоку тоже есть прирост, но слабее, увы, 760 баллов все еще очень мало, поэтому на деле Xeon даже после буста оставляет двоякое впечатление. В задачах, которые легко могут полноценно заюзать все 20 потоков, он хорош. Тестовую сцену BMW в Blender он отрендерил за 3,5 минуты, тогда как 9700K за 4 с копейками. Но вот, например, в Premiere, где в том числе важен однопоток, Xeon ощутимо отстал. На кодирование видео он потратил почти 6 минут, тогда как тоже далеко не самый свежий и мощный 9700K управился за 4,5. Что по играм с бустом всех ядер. Теперь в Киберпанке минимальный FPS подрос с 27 до 34 кадров, что, конечно, все еще низковато, но уже есть хотя бы стабильный консольный экспириенс. А вот при езде по городу Unlock, увы, не помог. Все так же просадки ниже 40 кадров, причем дело даже не в RX 580. Попытка заменить ее на 3080 Ti ни к чему не привела. Процессора все еще маловато для обеспечения полного комфорта в этой тяжелой детализированной игре. И даже после Unlock'а, когда наш Xeon догнал по многопотоку 9700K, разница все еще колоссальная. У старого Intel Core минимальные FPS бенчмарки под 60, средний улетает вообще больше 130, при езде по городу тоже все отлично. Бывают, конечно, редкие просадки ниже 70 кадров, но в среднем под 80. А ведь это далеко не самый быстрый камушек поколения Skylake, который имеет вдвое меньше потоков, чем Xeon, и выплывает 9700K только благодаря хорошей однояйцевой производительности. А вот в Far Cry 6 Unlock ситуацию спас. Теперь на RX 580 нет просадок. Минимальный FPS вырос с 34 до 48 кадров, при этом средние и максимальные не изменились. Тут все же упор в старую видеокарту. А вот в случае с RTX 3080 Ti и вовсе почти вся статистика выше 60 кадров. Так что побегать повстанцам по тропикам на 60 герцовом мониторе можно без проблем. Конечно, если забыть о том, что с 9700K в этой игре на 3080 Ti можно получить больше сотни кадров в секунду при минимуме около 90. Ну и третий Ведьмак. Здесь лишние полгигагерца тоже помогли. FPS в среднем не вырос, ибо упор был в видеокарту, но хотя бы пропали серьезные фризы в городских локациях. Геймплей стал плавнее. Разумеется, рассчитывать на стабильные 60 FPS не приходится, но в такой игре это не особо нужно. Вот теперь после недельного теста я могу сделать окончательные выводы. Даже несмотря на свежую DDR4, Unlock Turbo Boost, переход игр на DirectX 12, будущего у десятиядерного 9-летнего Xeon, который дает слабину в однопотоке, нет. Но здесь и сейчас, особенно если ваш бюджет 20-30 тысяч рублей, ПК для онлайн-игр и работы лучше просто не собрать. Xeon 2003-й версии вместе с дешевыми RX-ами или GTX 1060, признаю это идеальный баланс, который позволит комфортно заниматься офисной работой и тянуть бесплатные современные проекты. Тут даже Unlock Turbo Boost вам не понадобится. Но если вам нужен максимально стабильный ПК для работы, очевидно от китайских франкенштейнов с ужаренным чипсетом и стандартным биосом без оптимизации под конкретные платы, надежности не ждите. Гарантия на такое железо две недели с момента покупки на Али. К тому же используются БУ-компоненты, поэтому тут как повезет. Может стабильно работать несколько лет, а может перестать подавать признаки жизни уже через пару месяцев, и возрождать его уже не будет никакого смысла. По опыту скажу, система может банально повиснуть при легком постукивании по корпусу. Даже SSD у меня сразу не определились, потому что вставлять их надо в M2 разъемы очень плотно, они постоянно норовят вылететь. Можно словить рандомные зависания на посткодах, при которых помогает только вытаскивание батарейки биоса. В РМ у таких плат обычно тоже максимально простые и не рассчитаны на длительные нагрузки. С Unlock'ом, Turbo и Undervolting'ом тоже не все так просто для обычных пользователей. Про умайненную RX 580 у нас был целый выпуск, у нее спустя две недели тестов просто отвалился вентилятор, потому что он был гнилой, пришлось заказывать его дополнительно из Китая. В общем, чтобы получить рабочее ПК для важных расчетов и данных, не стоит рассматривать Xeon и видеокарты с Али к покупке. Реальная разница в цене видна лишь в максимально бюджетном сегменте. Если попытаться накидать схожий комплект на шестиядерном Ryzen 5 5500 с 16 гигабайтами DDR4 и более-менее хорошей платой на чипсете B450 или B550, то он выйдет в 18-20 тысяч рублей, почти вдвое дороже, чем с серверником. Но если взять какую-нибудь RTX 3050 или RX 6600 за 20-25 тысяч и еще докинуть на блок питания, то при общей цене сборки в 50-60 тысяч экономия десятки на Xeon уже не выглядит здравой идеей. Нет смысла спорить, что 5500 будет ощутимо быстрее буквально везде, а M4 позволяет в будущем проапгрейдиться, что даст полноценно использовать такой ПК для игр еще долгие годы. Ну и к тому же сама плата будет брендовой и полностью новой, без всяких проблем с биосами и рандомными перезагрузками. И все же, зная все это, однозначно, за 25-30 тысяч ничего производительнее, чем ПК на Xeon вы не заберете. Это факт. Это не отменяет всего сказанного в двух прошлых роликах, но если брать очень бюджетный ПК, признаюсь, сборка на Xeon вне конкуренции. Я обещал проверить звук, я послушал один трек на своем ПК и на этом, и не могу сказать, что он прям ужасный. Да, менее глубокий, не такой насыщенный, но для игр вообще сойдет, поэтому насчет ужасного звука я тоже не был прав. Этот аквариум отправляется моему отцу на дальнейшие тесты, играть в танки, сидеть в интернете, посмотрим, сколько он проживет, и если с ним что-то случится, то мы обязательно об этом расскажем. Ссылка на все комплектующие из этого видео будет в описании в нашем телеграм-канале. Там же будет ссылка на рейтинг видеокарт, рейтинг процессоров, нашу группу ВКонтакте с новостями и наш в Бусти. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, жду зиончиков в комментах. Еще увидимся.